У нас народ-то всегда любил и любит петь. Любит хорошую музыку, хорошую песню, с удовольствием слушаю, пою сам. За стольные. А в том числе? Не, любят народные песни вообще. Сергей Анатольевич. Да? Не знаю. Потом, понимаете, как обычно, вот это новое время перестало... Почему песня перестала появляться? Песня нуждается в пропаганде. Если помните, по-своему, допустим, детство или юности, каждый день звучали какие-то песни, которые остались, да? Да. Каждый день бараби звучали. Но вот наш экипаж вашего, она постоянно звучала? Ну, она так вот получилась, что, так сказать, и только благодаря Москве. Опять же, петь Петербург в какой-то несчастном городе, потому что... Попробуй, здесь будет хоть сто раз звучать, вот та же песня неповторимая Петербург. Ее же знают Петербург уже сейчас почти все, а в Москве не знают, потому что она же там не звучит. Из Москвы, наверное, не звучит. То же самое песня у меня о «Зените». Ее здесь, как раньше было, каждая собака знала. Да. А, как называется, а в стране не знают, потому что ее и пропагандируют, поэтому все через Москву. Вот это ужасно, что у нас такой город, и мы не можем как-то... Не, ну, кстати, я не повторяю, у Петербурга-то в стране знают, в стране упадут. Я знаю, что он хорошо идет во всех концертах, и некоторые коллективы, и за рубежом, и у нас в стране эту песню, поэтому она как-то легла. Вот, но это, как говорится, исключение из правил, потому что, да, очень сложно. Все равно, Виктор Васильевич, вот мы же с вами были, когда встречались там с Александр Николаевной пахотой, даже зависит от души, мелодии. Вы сами прекрасно понимаете, есть песни, которые хватают за душу. Понятно, что у молодежи может быть свои вкусы, но мы-то вот с Георгием Сергеевичем, примерно, люди одного поколения вместе с вами. У нас есть души, вот как и наши экипажи, вот ваша эта песня. Она же действительно задушная, она такая вдохновляющая. Спасибо, ну, дело в том, что у нас такая потрясающая композиторская школа в Ленинграде была, Петербург в том, и сейчас Петербург в настоящем, что и я мечтаю, но я просто патриот города. Я считаю, что все лучшее, все самое популярное вышло из Петербурга во всех жанрах. Все лучшие песни Николаевский здесь писал, все лучшие песни Соловьем сына здесь писал, все лучшие песни Петров здесь писал. Понимаете? И что может быть лучше этих песен? В Москве там кое-что тоже добавлено. Конечно, пахнет, но это изрядно находящее это явление, потому что, ну, не знаю, как, такой вот, такого роста. У женщины такие потрясающие, масштабные вещи. А вот Александр Морозов, мне очень нравится, он в Смоленск поехал, да? Дело в том, что Николаевский, он вообще такой человек мира, потому что он родился в Молдавии, учился здесь, занимался здесь и начинал свой путь здесь. Начинал просто, да-да. У него песни, песни у него поют в Переходе, это уже говорит о том, что они стали народными. Переходе, если поют в Переходе, начинал. Вот, ну, у него судьба, он с детства в Молдавии переехал, я сказал, но то, что его песни хватает за душу, это факт. Он редко появляется на экране телевизора, понятно, там, своя тусовка, мы тоже это все видим. Да, я хочу сказать, что, если вот сейчас повернулось немножко, лицо, значит, власти, государство, культуре, композиторам, то, конечно, надо эту линию продолжать, потому что нуждается, каждый из творцов нуждается в поддержке. Причем именно государство, потому что все, кто написал вот эти песни, сохранившиеся, все это государство поддерживает. Конечно. Дунаевский, наверное, был самый счастливый человек, потому что его поддерживали. Да, да, да. Тоже самое с Слава Сидоровым. А вы знаете, самая моя любимая история про Слава Сидоровым? Сергей Анатольевич, займите подобающие великие в людям местные. Можно сделать твой пункт? Сочтем за честь. Я фанатик этих самых фотографических дел. А, это мой пункт, я не коснулся. Я хотел рассказать самую мою любимую байку про Слава Сидорову, про песню «Подмосковные вечера». Я ее пропагандирую, я слышал ее из самого Василия Павловича. Значит, когда он написал песню «Подмосковные вечера», это был сделан для кинофильма «Гниг Спартакеада», а его друг был директором этой студии «Москва». Я написал несколько песен, все прошли, кроме «Подмосковного вечера». Он говорит, Вася, такой хороший композитор, что ты написал? Такую песню я могу написать. А эта песня по книге Рикорда Гиннесса попала как самая популярная русская песня 20 века. Можете написать? Вот так, вот так, вот так, вот так бросается словами. И так, вот видите, он фильм, так покажет. От страны пошли тогда, подмосковные вечера номер один, Танец Александр Михайловича и Катюша Павловича. Все, что это звучало по всему миру, и неизменность поделилась как символ страны. Но говорят, сначала были не подмосковные вечера. Вот это не байк, я уже не знаю. Ну, нет, по-моему, что это спартакято, что в Москве, это наш, уже потом, на ленинградские вечера. Ну, придумали. Да, придумали. Дело в том, что, все-таки, опять же, мое предоставление, песни только тогда, модно песни, когда аферистические, понятные каждое слово, стихи. И были потрясающими сыра. И у нас, в ленинградской церкви, но и в Москве, которая это все умеет. Помните, вы песни, да, «Старый Глёдов» на Тусовском, со спамятами? Ну, там такие простые слова, но сколько там глубины, да, писающие, сколько образов. Ну, и в общем, все шедевры, все написаны на великолепные слова. Аферистов, матросские дочки. Да, да, так, и вот, и вот. Песни церевры. Набер, да, это же он написал. То есть, откроют такой секрет. Вам нужно. Дело в том, что в основном композиторы, в основном композиторы пишут на готовый текст. А были такие люди, в том числе Александр Николаевич Петров, которые сначала пишут мелодию. Андрей Павлович Петров говорил так. Я должен написать такую мелодию, чтобы можно было сыграть в оркестре. А после этого уже будет песня. И вот поэтому нам бы, нам бы, нам бы. Это была оркестровая пьеса, а уже Фигерсон протекстовал. И никогда не поймешь, где слова были. Это революция, а Твист. Нет, просто это, конечно, очень интересно. Бабажанян ни одной не написал песни на слова. Только протекстовки. Причем гениальный, там, Петушенко протекстовывал. Так что, в общем, конечно, кухня очень простая. Но зато интереса, когда из ничего вдруг была какая-то мелодия, наверное, стала песня. На Вознесенске мне рассказал, что, наверное, было очень трудное время материально. И вот ему рассказал, там же Роберт Рождественский, «Андрей, пиши, пусть я не спал. Барабан был, да?» Особенно миллионки, там, «Алкросс». Совершенно не песенник, да, Андрей, а вот получилось. И стал вот очень популярным. Ну, были потрясающие. Рождественский писатель. Да, они же сами по себе же там. Весенские. Не просто, так сказать, только Ахмадулин. Представляете, какие были поэты? Супер поэты. Дудин, кстати, тоже вот. Солдат, Путин, Путин, это Дудин. Так что, в общем... И еще одно замечание. Здесь, когда его отмечаем мобилей, а вот, кстати, столетие приближается, мы говорим, так, в 16-м году. Кому? Дудин, да. В 16-м году. Дочка там готовится, я знаю. Так вот эти «Снегири и снегири», которые Антонов написал. Весенские. Они стали, где масло. А? Ну, в 16-м году. Викторович. А? Викторович, скажите, пожалуйста, почему у нас сейчас... Давайте мы прямо говорим, что государство надо укреплять. Оно сильно своей делает. Почему у нас мало песен, после которых послушаешь и сразу хочется вот... Ну, я не говорю, но воспитывают. Которые воспитывают, которые вот отрезвляют, которые вот... Они есть, но их уже пока нет. Здесь вещи. Виктор Ильич Раков, главный дежур английской оркестры. Может, вы вводите сегодняшний наш шеф. Главный шеф. Да. Оно с завшим. Третьего звонка еще не было? Нет, еще нет. Спасибо. Положены театральные пять минут, еще у нас. Вот оркестр с Виктором Васильевичем активно сотрудничают, много проектов. Я надеюсь, что... Вы знаете, сейчас такой проект, это вообще потрясающе, да? Сейчас, как говорится... Замахнулись... 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 Вот. Потрясающе. Да, это серьезно. Замахнулись. Бутератория. Минут на сорок. Кратенько. Вот. Но это будет серьезное такое сочинение. Очень нужно, мне кажется, для молодого поколения. Замахнулись. Там, опять же, Лермонтов — это гений из гима. А про песню... Примете, какая вещь? Песня нуждается, во-первых, чтобы в хороших словах, например, все. Дальше. Нуждаются в хороших исполнителях. Причем нужно было, наверное, исполнится, чтобы люди верят. И в-третьих, конечно, самое главное — пропаганда. То есть она каждый день будет звучать, тогда она остается. Ну, если она звучит 150 каналов — это 7000, 1500, да? Где-то услышит, да, хорошая песня. А как ее найти? Как ее... Бывает так, что в второй раз его не слышишь. Поэтому здесь что-то надо делать. Какой-то должен быть канал пропаганды хороших песен. Давайте придумаем что-то такое. На радио, на телевидении, чтобы... Вот так, вот так. Чтобы был какой-то отбор, но чтобы они звучали постоянно. И чтобы люди их слышали, люблялись, потом их исполняли. И таким образом... Потому что нужны годы. Нужны годы, чтобы песня вошла. Вот Парпахов, опять же, пример, да? Когда она написала песню «Тревожная власть»? Писать в 18-м году. Когда она написала «Старый клен»? А песня начала в 60-х. Сколько уже было лет, чтобы песня, во-первых, осталась, а во-вторых, сколько ее пропагандировали? Так что вот я за то, что мы... Ну, у нас, наверное, сегодня слово. У нас же, в принципе, вся вот эта работа в связи с популяризацией, она... Участник... 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 Это... Велочесово. Смотрит нахуде, которые, в принципе... Они не сцептили считают. Да, они не сцептили считают. Я вот так считаю. Канал «Культура» и канал «Звезда» сейчас. Замечательный канал «Звезда». Его всячески надо делать так, чтобы любой... Канал «Звезда»... Он действительно... Он действительно воспитывает. Принуждается... Молодежь, чтобы ждать. Молодежь сейчас... Ну, я сейчас гулял там. И они смотрят. Ко мне там подходили молодые люди. И они нормально рассуждают. Они очень хорошо говорят. Они очень, там, такие, чувствуются настроенные люди. Там есть даже... С ними гуляли, там, гостики мы приехали. Ну... И в... Канал «Звезда» вот, я считаю, информационную политику, он занял такую нормальную. И без всякой этой желтизме, безмерзости, безо всего. Ну, и канал «Культура» тоже. Мне кажется, можно на «Звезде» открыть какой-то дополнительный... Ну, не канал, но... Которая бы пропагандировала без патриотического. А когда «Звезда» и «Патриотического» очень кстати это было. Там даже реклама то ненавязчивая. Она не бьет. Она не... И даже если ты увидел рекламу, сразу начинаешь переключать. Но, во всяком случае, я его. Я и не могу и телевизор-то никогда смотреть, и не смотрю только новости. А начинаем... А вот на канале «Звезда» что фильмы, что тематические передачи, что встречи... Ну, по-моему, культуры уже. А что из них у нас убрали. Изначально. Должен был у нас... Думали держать марку. Да. Хотя бы что-то надо дать. Хотя бы что-то надо... Да, было бы чуть-то какое-то... И слово, конечно. Не только музыки и песни. И слово. Ваше слово. Возвращение на экран. Спасибо. Как это все? Я сейчас... Вы знаете, где я сейчас записываюсь? На Радио Марии. Вот. Станции христианской. Они без конца... Конечно, это все бесплатно, как и всю. Но я имею возможность те программы огромные, которые я имею, записывать. Они идут в эфир. Слушатели звонят. Просят еще. Вот так что... Вот Шевченко имели ему дело. С Тволем Артуром записал. И на русском, и на украинском. Шевченко очень важный сейчас. Вот. И Набокова, Несенина. Вот эти программы. Все это. Вот только там. А иначе... Не забудь. Дальше серьезные каналы. Ну вот. Правда, у нас дядей города позвало наш канал. Санкт-Петербург. Я бы сказал о городе. Читал стихи о городе. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Вот. Молодцы. Сережа Бояковского. Да. Молодцы. Они выстраивают информационную политику нормальную. И передачи у них такие. И они... Вот о городе. Да. Да. У них есть тема очень красивая. О городе очень приятно. Да. Да. Он так говорил, с таким сердцем говорил о городе. Показывал свои любимые места и так далее. Мне кажется, что это очень важно. И надо выдержать этот канал в Санкт-Петербурге. Надо выдержать там свою подачку. А союз как-то занимается сейчас все? Союз бедный. Союз бедный. Здесь же нужно ставить так называемое вложение. Мы проводим три фестиваля. Молодящий. Народный артист Николай. Борисов. Борисов. Большую популярность у слушателей в нашем фестивале. Привет. У нас. У нас. Народный артист Николай. Любимая.